СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Спорт-ФМ. Сто процентов футбола. Программа «Сто процентов футбола» сегодня, первый ее час, веду я, Алексей Золин. Тут уже спрашивают, как я здесь оказался. Пришел из дома. И вам всем привет. И сегодня вместе со мной в этом первом часе будет, ну, едва ли, один из самых титулованных тренеров нашей страны. Вот так получается. Двукратный чемпион мира, трехкратный победитель межконтинентального кубка и еще огромное количество европейских призов. Тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев. Здравствуйте. Михаил, ну, вот раз уж сейчас в новостях прозвучала новость о пляжном футболе, я знаю, вы имеете к нему отношение. Да, что случилось или ничего нового? Мы так будем жить, ну, как минимум, всегда. Во-первых, я не имею отношения к пляжному футбольному клубу «Динамо». Он сборный, да. Я в момент его создания сыграл определенную роль. Вот. И, конечно, очень печально, что клуб с таким именем громким прекратил существование. Ну, к сожалению, проживаем в такое время, где стабильности не хватает традиционно. Ну, и плюс, наверное, не очень эффективно было проведено управление клубом во все эти годы, раз довели до такой ситуации. Ну, какая новость была? Может быть, кто-то новости не слушал. Я сказал, что «Динамо» в этом сезоне не будет принимать участие ни в каком турнире. Правильно? Или на первенство «Москва» будет играть? По моей информации, пока не планируется участие этого клуба в внутрироссийских соревнованиях. А ведь это не такие большие деньги, да? Мы же знаем, что в других видах спорта у нас расходуются деньги в сотни. Иногда в сотни тысяч раз больше. Да, абсолютно верно. И, к сожалению, уже второй год подряд, как сказал ведущий новостей, мы теряем клуб «Суперлиги». Да, если год назад это был обладатель Кубка и чемпион России. За прошлый год «Волгоградский ротор», то вот сейчас мы теряем «Московская Динамо». И все это, конечно, никаким образом не сказывается в пользу пляжного футбола. Как мы потеряли «Волгоградский ротор», это же вообще было кощунство какое-то. Я не говорю про футбольный, да, учитывая его заслуги в свое время в российской истории. А пляжный футбольный, там игроки сборной играли. Там народ ходил, там все время было забито до отказа. Посчитали, что это нерентабельно. А что тогда рентабельно? Сложно сказать, что рентабельно. Могу сказать одно, что такие команды, как «Ротор», как «Динамо», все равно несли за собой и социальную функцию, в том числе эти клубы имели большое количество болельщиков. Наверное, у «Динамо» среди московских команд в пляжном футболе была наибольшая армия поклонников. И, конечно, прежде всего обидно за этих людей, которые искренне поддерживали свои любимые клубы и остались ни с чем. Ну, это да. Я здесь, наверное, в какой-то степени, да, я соглашусь вообще с этой ситуацией. Но идем дальше. Что сейчас у нас с нашей сборной по пляжному футболу? Чем она сейчас занимается? Какие проекты готовятся? Игроки национальной сборной находятся сейчас в расположении своих клубов, готовятся к сезону. Буквально сегодня стартует суперсерия в Санкт-Петербурге зимнего чемпионата города между командами «Кристалл Санкт-Петербург» и «Золотой». В понедельник «Московский локомотив» приступает к учебно-тренировочному сбору здесь, в Москве. В Черкизово будут готовиться ребята. Поэтому все идет своим чередом. 3 мая национальная сборная отправится на свой первый учебно-тренировочный сбор в город Сочи. И в конце этого сбора там же, в Сочи, состоится Кубок РФС с участием уборных Венгрии и Польши. Ну и одно небольшое упущение мы получили, скажем так, не послушали. Может быть, кто-то не знает, кто такой на самом деле Михаил Лихачев. Давайте послушаем. Досье. Михаил Лихачев. Заслуженный тренер России, главный тренер сборной России по пляжному футболу. Воспитанник школы «Московского Динамо». В 2006 году работал тренером студенческой сборной России по пляжному футболу. Позднее был ассистентом старшего тренера национальной сборной России по пляжному футболу. С 2010 года главный тренер национальной сборной России по пляжному футболу. Является одним из самых титулованных тренеров мирового пляжного футбола. Дважды приводил сборную к победам в Кубке Европы, трижды в Евролиге и Межконтинентальном кубке, а также на чемпионатах мира FIFA. Входит в тренерский штаб молодежной сборной России по футболу. Ну вот это вот, ну не то чтобы новость, да, но далеко не все знают про молодежную сборную. С этой точки зрения очень много интересных вопросов, но сейчас еще один вопрос пока по пляжному футболу. Михаил, с вами хоть рассчитались? Да, все в порядке. Спасибо генеральному директору Российского футбольного союза. Алаев Александр Александрович, президент РФС Виталийович Мутко. Все задолженности закрыты были в срок. И спасибо за то, что мы в новый сезон с чистой совестью. И это прекрасно. А ситуация на дорогах в 6 баллах оценивает портал Яндекс.Пробки. На бульварном кольце на внутренней стороне пробка от Большой Никитской улицы до Петровки, от улицы Новый Арбат до Большой Никитской, и от улицы Сретенка до Мясницкой улицы. На внешней стороне пробка от Покровки до площади Причистинские ворота, а затруднения от площади Причистинские ворота до Причистинской набережной. Благодарим портал Яндекс.Пробки за предоставленную информацию. Давайте немножко истории. Я напоминаю, у нас Михаил Лихачев в гостях, тренер сборной по пляжному футболу и представитель тренерского штаба молодежной сборной страны. Как вы оказались в молодежной сборной страны? По приглашению главного тренера молодежной сборной России и спортивного директора РФС Николая Писарева я вошел в штаб молодежной сборной. Я находился в этом штабе в предыдущий приход Николая Николаевича в молодежную сборную. Сейчас он так же пригласил меня с удовольствием. Я откликнулся и помогаю ему. Прекрасно. А за какой участок вы там отвечаете, Михаил? Ну, наша внутренняя кухня. О, нет, больше не спрашиваю про это. Да, ну и давайте тогда перейдем к нашим скорбным делам в молодежной сборной. Что с ребятами происходит? Ну, я просто напомню, мы идем на пятом месте. Мы за два матча ни разу не обыграли сборную Азербайджана, хотя я понимаю, что Николай Писарев и Михаил Лихачев не ко всем этим матчам причастны. Да, первые четыре тура нашей сборной выступал под руководством Дмитрия Ивановича Хамухи. К сожалению, старт получился далеко не таким, на который рассчитывало руководство клуба и Российского футбольного союза. Было набрано всего лишь три очка в матче с командой Орежских островов, терпели три поражения, и сейчас уже оставались теоретические шансы у нас на продолжение борьбы. Мы сыграли два матча буквально недавно в Ростове-на-Дону с командами Азербайджана и Германии. И, в общем-то, при достаточно неплохом уровне футбола, к сожалению, сумели заработать только одно очко с командой Азербайджана, где, ну, прямо скажем, удача явно отвернулась от нашей сборной. Два раза азербайджанцы перешли половину поля и забили нам два гола. К сожалению, в футболе такое случается, вот, почему-то чаще с российскими командами, чем такими-либо другими. Но это действительно так, и нам забили гол на 46-й минуте, а наш вратарь первый раз мяч взял в руки на 49-й. Это сложно даже себе представить, что такое может быть, да, но, к сожалению, так случилось. Вот, и там за три минуты до конца из-за сомнительного такого ассайда не засчитали гол еще у нас. Да, было голо. Вот, а что касается игры со сборной Германии, наверное, это была такая особняком встреча, и думаю, что многие ее смотрели. Была прямая трансляция по федеральному каналу, и считаю, что, в общем-то, выглядели неплохо, но просто потряс уровень немецких футболистов и этой команды. С большим интересом буду следить за этими игроками в дальнейшем. Это да, наверное. Мы будем следить за вот этим Зельке, который первым касанием забил гол сразу, да, и еще мог три раза это сделать. Но дело в том, что у нас был футболист в команде, фамилия которого Забнин, который мог забить четыре. Ну, я думаю, что он мог забить два. Мне казалось, что четыре, и пусть даже два. Мы бы тогда хоть не проиграли. Ну, я считаю, что Рома очень сильный матч сыграл, и где-то удача ему отвернулась. Помните момент, когда он попал в перекладину, еще после этого у него был хороший момент, и все это было при счете 0-1, и как раз была возможность зацепиться у нас и где-то переломить ход встречи. Но, наверное, в этот день сильнее были немецкие футболисты. А вот у наших ребят коленки не трясутся, когда они видят немцев, там, вратарь у них, Виллен Ройтер, он даже за основную команду Шальки, Вера, о кубках играл по телевизору, наверняка его видели. Но там не он один такой. Да, естественно, да. Там, можно сказать, вся команда находится уже там или под клубами Бундеслиги, или уже в основных составах провели достаточное количество матчей. Нет, коленки не тряслись, хотелось показать максимум, на что мы способны, тем более, что, в общем-то, турнир ситуация с одной стороны давлеет, а с другой стороны и помогает уже непосредственно играть в футбол, и хотели порадовать. Тренер нашей молодежной сборной, Михаил Лихачев. Михаил, мы начали говорить о том, что вроде бы вот идет команда на пятом месте, наша молодежная сборная, в первую очередь, футбольная. Да, и вроде бы уже пора раскрепоститься и показывать то, что умеем, да? Мы много чего умеем? Умеем достаточно, почему-то не всегда удается это показывать. А и с психологией связано? С чем связано? Я не могу понять. Ребята, вроде бы, многие из них уже там под составом, в составе. Сложно сказать. Наверное, какой-то одной причины нет. Думаю, что, наверное, надо все-таки выходить уже, и мы на первой роли в своих клубах, потому что 20 лет уже достаточно серьезный возраст, и мы помним времена, когда в 20 лет уже у нас в национальной сборной играли люди в достаточно большом количестве. Я думаю, что чем больше они будут играть, чем больше у них будет игровой практики в клубах, и где на них будет большая, в общем-то, ответственность наложена, тогда будут они прибавлять, и, соответственно, мы будем конкурентоспособны. Ну, так в том-то и дело, что у нас тот, кто блеснет на молодежном уровне, да, хорошо, он моментально забирается в основную сборную. Пример Головина, далеко ходить не надо. Ну, это же хороший пример. Это отличный пример, я согласен. Я рад, что, в общем-то, человек 96-го года рождения, он даже в следующем цикле будет подходить в молодежной сборной по возрасту, и сейчас является полноценным помощником в ЦСКА и в национальной команде. Да, я согласен с этим, да, но вас же сразу будут забирать этих игроков, которые будут выходить на какой-то уровень. Ну, приоритет национальной сборной неоспорим, всегда все делается для нее. Да, но здесь, опять же, тоже сомнений никаких нет. Мы продолжаем разговор с Михаилом Лихачевым, и вот что хотелось еще спросить по поводу нашей молодежной сборной. Два матча вы провели в Ростове. Почему в Ростове? Кто принимал это решение? Решение Российского футбольного союза. Надеялись на хорошую погоду, поддержку пожильщиков. В общем-то, по организации все было здорово. А что здорово, Михаил, не было народа? Я этому очень был удивлен, особенно учитывая то, что Ростов футбольный город, да, как мы любим говорить, и тем более, говоря о том, как Ростов проводит этот сезон, да, что команда идет в самом верху турнирной таблицы, наверняка должен быть футбольный бум, и люди должны прийти на стадион. Не знаю, может быть, какую-то отрицательную роль сыграла та трагедия, которая буквально перед матчами произошла в ростовском аэропорту. Не знаю, мне сложно говорить на эту тему, но, честно говоря, я тоже ожидал, что болельщиков будет гораздо больше. Ну, смотрите, да. Ростов футбольный город, футбольный. Наши играли с ненашими, с ненашими, еще с какими ненашими, с немцами, да, и более того, вы сказали, что очень многие из них в суперклубах играют. И на матч, который через 4 дня был после матча нашего с Германией, Ростов-Спартак, все билеты были куплены. На матч России-Германии народу просто нет. Это нонсенс. Нет слов. Это нонсенс. А сборная проводила там какие-то мероприятия в самом Ростове, то есть либо вот приходили, тренировались, уходили, и все. Мы тренировались, готовились, были официальные тренировки открытые для пресса, было фотографирование команды официальное, вот. Мы хотели как можно лучше подготовиться к играм. Действительно, меня разочаровало то, что 4200, по-моему, пришло на матч с Германией, и я думал, что там, ну, тысяч 9-10 придет на этот матч. Ну, Михаил, скажите, а где у нас в стране, в нашей стране футбол любит так, что и на матче молодежной сборной будут собирать стадион? Хотя бы маленький. Вопрос. Можно сказать, что в той же Германии на эту молодежную сборную по 35 тысяч ходят? Я об этом и говорю, да. Вот я просто хотел узнать, у нас в стране есть такие? Сейчас радиослушатели скажут, что Германия на первом месте, и всем забивает кучу голов, показывает классный футбол, и, наверное, они будут в чем-то правы. Но хочется еще раз вспомнить о том, что футбол это словно лакмусовая бумажка нашей жизни, нашего бытия, поэтому здесь, наверное, ответ на поверхности. А дальнейшие планы какие у нашей сборной? Молодежные, я имею в виду. Осталось 4 матча в отборочном цикле. Хочется набрать максимальное количество очков, показать хороший футбол и хлопнуть дверью, что называется. Есть еще матч с Германией в Германии. Да, да, да. У нас домашний еще есть доматч? Да, есть. У нас есть домашний матч с Финляндией, с Австрией. А мы еще не знаем, где будем играть? Пока нет. Это будет осенью, сентябрь, октябрь. Пока решение не принято. Понятно. Я напоминаю, что мы в прямом эфире беседуем с главным тренером сборной России по пляжному футболу и с представителем тренерского штаба молодежной сборной России по футболу Михаилом Лихачевым. В 6 баллов оценивать ситуацию на дорогах портала Яндекс.Пробки. МКАД в обе стороны 7 баллов. Третий транспорт кольцо 8,9. Садовая 9,10. Бульварное кольцо 8,9 баллов. Почему я продал свою машину в Карпрайс? Да я не люблю рисковать, ценю свое время. Приехал, сразу получил деньги, никаких проблем. Это как трейд-ин, только выгоднее. Да, я рекомендую карпрайс.ру. Продолжаем разговор с Михаилом Лихачевым. Вот нам пишет радиослушатель. Приезжайте в Воронеж, соберем полный стадион. Прекрасный город. Приедем. Учтем предложение. Михаил, скажите, а где и как вы просматриваете игроков? Я не буду спрашивать, кто это из вас делает из тренерского штаба. Мы посещаем матчи чемпионата России, российской футбольной премьер-лиги, футбольной национальной лиги. ФНЛ тоже, да? Да, конечно. У нас достаточно большая группа игроков из футбольной национальной лиги. А общаетесь с тренерами команды? Да, конечно. Но вот есть те, кто ставит вам какие-то препоны? Ну, я не могу такое сказать. Ну, в большей степени общение, конечно, ведется не к Николая Николаевичу Писареву, а главным тренером сборной, да, с главными тренерами клубов на их уровне. Они уже решают по той или иной кандидатуре. Ну, знаю, что он очень активно общается и проводит большой, в общем-то, объем работы в этом отношении. Ну, понятно. Просто как-то вот в последний момент, да, вот я просто помню вот этот случай. На сбор призвали Александра Зуева. Это случилось после того, как он совершил хит-трик в футбольной национальной лиге? Или просто, что его привлекает в основной состав Спартака? Во-первых, то, что он привлекается в основной состав Спартака. Потом он здорово сыграл в матче против Саратского Сокола. Сделал хит-трик, как вы правильно заметили. И, в общем-то, его кандидатура всегда была у нас, что называется, на карандаше. Ну, что ж, понятно, да. Ну, дальше у нас еще много интересных вопросов к Михаилу Лихачеву. И в том числе они будут касаться и пляжного футбола. На этом вопросе Михаил как-то в большей степени как-то расслабился. Наверное, в пляжном футболе у нас дела бы лучше обстоят. Да? Ну, судя по результатам, да. Но можно сказать, что не надо там посыпать голову пеплом. У нас нормальное растет молодое поколение. И при правильном отношении шансы будут очень хорошие в ближайшие годы во всех международных соревнованиях. Отлично. Реклама Рупим цены каждый день в супермаркетах Билла. Только сегодня, 8 апреля, апельсины 39 рублей 90 копеек за килограмм. А завтра кабачки 69 рублей 90 копеек за килограмм. Количество товара ограничено. Подробности на Билла.ру Тяжелый день? Устал? Проголодался? Едешь домой и мечтаешь отдохнуть? Мы знаем, что тебе нужно. Закажи домой пиццу Доминос. Сделай свой вечер вкусным без лишней суеты. Горячая пицца за 30 минут. При заказе двух пицц еще одна в подарок. Акция действительно для всех размеров пицц. Пришло время изгнать дорогой домашний интернет. Возьмите рубль и повторяйте за мной. 8 800 700 8000 8 800 700 8000 8 800 700 8000 Добрый день. Компания Билайн. Слушаем вас. Избавиться от дорогого интернета в доме просто, если у вас есть рубль. Достаточно набрать 8 800 700 8000 и оставить заявку на подключение домашнего интернета и ТВ. Билайн. Просто удобно для тебя. Алмаз от стекляшки по блеску отличают. Гласит японская мудрость. А хороший дом от плохого по количеству зажженных окон. Это уже мудрость покупателя. ЖК Лайв. Ботанический сад. Старт продаж третьей очереди. Звоните. 495-641-3535. Проектная декларация на botsad.pioner.ru Для здорового и успешного роста вы готовы дать своему ребенку все и даже больше. МЕДСИ поддержит вас в этом стремлении. Только у нас. Широкая сеть клиник, выездная служба, стационар, программы годового обслуживания, детский центр развития, бассейн и многое другое. Здоровое детство. Живет в МЕДСИ. Подробности и запись по телефону 495-7800-500 и на сайте медси.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистами. Сумасшедшие дни в Стокман в самом разгаре. Сегодня с 9 утра. Еще больше товаров по сумасшедшим ценам. Торопитесь. Стокман легко найти. В Меги Теплый Стан, Меги Химки, Меги Белая Дача, в Метрополе Синовойковской и в Золотом Бавилоне на проспекте Мира. Подробности на сайте CrazyDays.ru Без возрастных ограничений. Привет. А вы знаете, чем отличается наш интернет? Наш интернет настолько большой, что его хватит на всех. В нем можно гонять на танках, смотреть и делиться увиденным одновременно. Но самое главное, что наш большой интернет от онлайн включает еще и до 120 ТВ-каналов. Подключи тариф «Большой интернет от онлайн» и получи вместе с интернетом интерактивное ТВ. Две услуги по цене одной. Подробности по телефону 8800-707-800 и на сайте онлайн.ру Пау Ростелеком Категория 6+. Телефон рекламной службы Спорт.ТМ 620-46-64 Код Москвы 495 Бокс Это наука и следующая человека на прочность. Спонсор программы ЗАО Московская пивоваренная компания Опыт Мужественность Верность Верность Традициям Уникальный вкус И мануфактурное качество Воплощены сегодня В пиве Трехгорное Трехгорное Пиво Для настоящих фанатов Чрезмерное употребление Алкоголя Вредит Вашему здоровью Спорт.ФМ Сто процентов футбола Программа А сейчас обратимся К гумбейс Конторе Винлайн Итак Сегодня матч Не забываем Футбольный Анжи Ростов На победу Анжи Дают 3.92 На ничью 3.23 И на победу Ростова 2.15 На победу Хозяев Хотя бы в одном Тайме 2.42 Вот Есть такой вариант На победу Гостей В обоих Таймах 6.36 Ну решайте Естественно Вам Что с этим делать Спорт.ФМ Ну и Михаил Конечно Я не могу не спросить Как сыграет Анжи Ростов Думаю Что Ростов Должен Увести очки Из Махачкалы Ну то есть Вы не говорите Три или одно Нет Я думаю Что Не должен проиграть Скажем так Хорошо Очень осторожный Очень осторожный Такой прогноз Ну смотрите Вот у нас Сообщение приходит От слушателей Лихачев Лучший тренер Привет вам От мини И пляжно-футбольного Клуба ЦДК Не знаю Почему ЦДК Ну вот Насколько я знаю ЦСКА Нет в мини-футболе Профессиональном Сейчас В данный момент Они собираются вернуться Ну вот привет Вам передают ЦСКА играет По-моему В высшей лиге Чемпионата Москвы Да Ну можно сказать По любителям Они играют Да То есть пока Не вернулись Они на профессиональный уровень Ну вот привет И передают Что наверное Приятно Ну а мы Возвращаемся К футболу Пляжному Все-таки Многому уделили Наши молодежные сборные Или еще есть что сказать Михаил Хочется сказать Что у нас Очень сейчас Хорошо поставлен На мой взгляд Работа в спортивном Департаменте Российского футбольного Союза И Все сборные Стараются Выступать Максимально хорошо По юношам И Были успехи В последние годы Наверное Мы не должны Об этом забывать Что выигранный Был Чемпионат Европы До 17 лет Под руководством Дмитрия Ивановича Хамухи Потом его же команда На два года старше Став Стала серебряным призером Команда До 1998 года Рождения Под руководством Михаила Михайловича Галактионова Выиграла бронзовую медаль В возрастной категории У-17 Эти Европы Это все в общем-то Настраивает на Оптимистический лад И еще раз говорю При правильном отношении Ребят Они могут вырасти У больших игроков К сожалению Задам все-таки Риторический вопрос Раз мы продолжили Это все Да Но почему у нас Успехи все на Ю-17 Куда дальше-то А как дальше 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 может быть Не надо Развращать деньгами Так рано Хорошо Хороший ответ Наверное Хороший ответ Но я не знаю Насчет развращать деньгами Не знаю У кого у них Из них какие контракты Но то что Молодые ребята Могут себе много позволить Наверное Кружит им гол А что они бросают Вообще Играть Тренироваться Нет ли старших товарищей Которые могут дать Подзатыльник К сожалению Соблазнов очень много И умение от них Удержаться И оставаться В общем-то Профессионалом Не всем подвластно Ну понятно Понятно Как это происходит Все в пляжном футболе Есть ли у нас Команды Ю-17 Девятнадцать И так далее Все происходит Гораздо проще Честнее По-настоящему У нас Хорошая Наверное Как всем известно Сборная Национальная Которая является Флагманом Ничего себе хорошего Пляжного футбола У нас потрясающая команда Люди равняются На Известных наших звезд Таких как Андрей Бухлицкий Илья Леонов Юрий Коршенников Дмитрий Шишин И многие другие И Есть кого брать пример Но к сожалению Не так Пока у нас Все хорошо обстоит С приходом Молодых футболистов Наш вид спорта Ну Это такая Объективная данность На сегодняшний день И все же И все же Вот смотрите С тех пор Как вы выиграли Первый чемпионат мира У нас же в сборной Много чего изменилось У нас Пришла практически Новая четверка Игроков У нас Пришли действительно Молодые футболисты Такие как Кирилл Романов Иван Островский И Я думаю что Постепенно Это движение Продолжится Просто хочется Большей массовости Наверное В этом отношении Чтобы Ребята приходили С удовольствием В пляжный футбол Понимая что Здесь можно Проявить Свои лучшие качества Которые может быть Не получилось Проявить В большом футболе Или в мини футболе Насчет массовости Ну у нас В стране Пляжей конечно Не так много Но тем не менее По-моему На массовость Не приходится жаловаться Или все-таки Этого тоже мало Мало Ну Там Наверное История С манежем Крытым В Москве Уже давно Набила Искомину Нет Об этом Мы тоже поговорим Только после Небольшой паузы А ситуация На дорогах Москвы 7 баллов Оценивает портал Яндекс.Пробки На Садовом кольце На внутренней стороне От метропарка культуры До Малой Брон На улице пробка От Николаевской улицы До Серхопухорской площади Затруднение От Тверской улицы До Цветного бульвара На внешней стороне Пробка От Верхней Серомяческой улицы До улицы Красина От Шлюзовой набережной До Воскоявовского моста От улицы Новоарбат До Смоленской сенной площади Благодарим портал Яндекс.Пробки За предоставленную информацию Продолжаем разговор С главным тренером Сборной России По пляжному футболу Михаилом Лихачевым Михаил, так нас много лет подряд Во всяком случае Нас я говорю про журналистов Вас, спортсменов Наверное, тоже Кормили обещаниями Что вот у нашей сборной По пляжному футболу Такие супер успехи Ребята на них равняются Хотят играть Не могут Без этого ходиться И обещали построить Крытые сооружения Для пляжного футбола Есть оно? Оно было построено В Карачарово В Москве Был Более там Полутора года назад Построен Футбольный Ну скажем так Манеж для пляжных видов спорта 7 ноября 2015 года Наша сборная В 16.00 По московскому времени Выходила на финальный матч Мешканитального кубка Против команды Таити А в это время К этому манежу Подъехали эскаваторы И успешно Снесли этот манеж Зачем? Единственный Ну там были Какие-то проблемы С документами Мне сложно Сейчас подробно Об этом рассказывать Просто как факт Наверное Некий символизм В этом есть Печальный И на сегодняшний день У нас нет Возможности Заниматься На песке В то В те холодные 7 месяцев Которые К сожалению Или к счастью Есть в нашей стране Нам какой-то Серега Все пытается Дозвонить По Вайберу Серега Плюс 7 925 424 93.2 Просто пишите сообщение Если вы что хотите А телефонные эфиры Другие совершенно Но мы продолжаем Так его снесли А Министерство спорта Не могло в этом помочь? Я искренне верю Что наши Высокие руководители Все-таки Задумаются О всей серьезности Этой проблемы Понятно что Хорошо что мы выигрываем И так Пока у нас нет Манежа Но все-таки Нам бы хотелось Чтобы у нас Такая база Появилась И чтобы мы могли Круглогодично Безболезненно Заниматься Любимым видом спорта Это да А ведь Понятно что Там и бразильцы Точат на нас Зуб постоянно Там и Иран И все подтягиваются Постепенно Нам с каждым годом Становится все труднее Да И судейство Нас не жалует Просто никогда Все правильно Команд сильных Становится все больше Конкуренция все выше И все тяжелее и тяжелее Нам удерживаться На тех высотах Которые мы достигли За последние годы А где зимой Тренируются ребята В Питере Или вообще не тренируются Те ребята Которые находятся В расположении клубов И Санкт-Петербурга Они имеют возможность Тренироваться В крытом манеже Который есть В городе Наневе К сожалению В столице Такого манежа нет И Тренируются Только в мини-футбол В залах Ну Это как-то помогает Я не знаю Или же это все-таки Другая группа мышц Работает и так далее Не В определенном отношении Это помогает Но хотелось бы все-таки Иметь возможность Тренироваться на песке Тогда, когда мы Этого захотим А не тогда, когда Нам улыбнется солнышко Не, ну А с этой точки зрения То есть Велись какие-то разговоры Сейчас Виталий Юрьевич Мутко Не только министр спорта Но и президент РФС Например Он кровно заинтересован В победах В пляжной сборной Мы искренне верим В то, что эта проблема Решится Вот в ближайшее время Потому что Хочется, чтобы Хотя бы В начало следующей зимы Мы этот манеж получили Потому что Ситуация становится уже Ну, очень неприятной Мы искренне верили Что нашими победами Мы Сумеем Побыстрее И мы верили Обернуть в свою Да, в свою сторону Всю эту историю Ну Пока Ситуация такая Какая она есть Ну и А вот То, что Центр Вот этих пляжных видов спорта На водном стадионе Он открытый, да? Он открытый И только летом Соответственно Можно там Заниматься Да Но вообще Вот с ним Вопросов никаких нет Он ваш Но только вот Когда можно, да? Он не наш Он Можем его Арендовать И использовать Площадки Понятно Понятно Что все Очень сложно Даже в пляжном Футболе Продолжим Твой день ярче Телефон рекламной службы Спорт.фм 620-46-64 Код Москвы 495 Спонсор программы ЗАУ Московская пивоваренная компания Опыт Мужественность Верность традициям Уникальный вкус И мануфактурное качество Воплощены сегодня В пиве трехгорное Трехгорное Пиво для настоящих фанатов Чрезмерное употребление алкоголя Вредит вашему здоровью Спорт.фм 100% футбола Ну а мы продолжаем Программу 100% футбола Первый час Сегодня уеду я Алексей Золин В гостях у нас Тренер сборной России По пляжному футболу Михаил Лихачев Михаил Какой календарь в этом году О сборной Календарь традиционно Очень насыщенный Евролига Межканитальный кубок Ну и самое главное Отборочный турнир К чемпионату мира Следующего года Это Вообще Самый наверное Тяжелый турнир Который есть В пляжном футболе Потому что 28 европейских сборных Разыгрывают Всего лишь 4 путевки На чемпионат мира Это Очень Да Жестокий Сложный турнир И Для нас Главная задача Этого сезона Отобраться на чемпионат мира Когда и где он пройдет? Он пройдет В начале сентября В итальянском городе Изола Который находится Недалеко от Венеции Ого Там еще не было Да? Ремень не был Насколько помню В Италии Нет там был Предыдущий отборочный турнир К чемпионату мира Тоже был там И Мы там очень хорошо выступили Заняли первое место Да Прекрасно Европейский отборочный В Москве будет какой-нибудь В Москве будет Этап Евролиги С 1 по 3 июля Так что пользуясь случаем Заранее приглашаю всех наших болельщиков Поддержать сборную В Москве В начале июля Да Как раз Будет финальный этап Чемпионата Европы по футболу Все придут Я чувствую Понятно Но мы не командуем этим Да Мы повлиять на это не можем Естественно То, что В этих числах проходит Турни в Москве А что в этом плохого? Нет, в этом все хорошо Да Просто я говорю Футбол в это время будет идти Футбол идет поздно вечером То есть сначала можно посмотреть Сборную России по пляжному футболу Да я тут приду и туда и сюда У экранов телевизоров В хорошей обстановке поддержать Надеюсь уже в тех числах В плей-офф сборной России Да Это хорошее пожелание На самом деле От Михаила Лихачева Что в этом году у клубов? Насыщенный календарь? Чемпионат России Турнир Который называется Евровинерскап Это Лига Чемпионов Примут участие Два наших клуба Кристалл Санкт-Петербург И Крылья Советов Самара Пользуясь случаем Опять же хочу пожелать им успеха Этот турнир состоится В конце мая Кубок России И Также много еще интересных событий Евровинерскап Где он пройдет? Он пройдет В Катане Это на Сицилии На Сицилии Прекрасно В Италии забирает себе все турниры Куда от этого деваться Заглохли разговоры Я так понимаю О чемпионате мира В нашей стране Да? Не будет Ну буквально недавно Я слышал Такие разговоры О пожелании В 21 году Провести Чемпионат мира Ну пока это всего лишь Наверное Не более чем слухи Михаил То что переехали На водный стадион Это нормально? Вот допустим Из такого Проходимого места Как допустим Раньше площадку ставили У парка побед Я думаю Что Вообще С Поклонной горой Тяжело сравниться Потому что Тот огромный интерес Который Был К тем соревнованиям Полный стадион Там до 7 тысяч Приходило На наши матчи И Не все попасть могли И всем Да И не все могли попасть И всем европейским Организаторам Да и я думаю Моим соотечественникам Тоже нравилось больше Когда на Поклонной горе Проводились соревнования Ну что поделать Сейчас на водном стадионе Более отдаленное место Но Тем не менее Приглашаем всех и туда Нет это понятно Ну а сборная Чувствует падение Интереса к себе? Ну наверное Это нельзя назвать Падением интереса Но падение посещаемости Налицо Ну да Ясно Но Всем ли вы довольны? Я имею ввиду Про пляжный футбол Или вот Есть какие-то Недоработки Где-то Где-то Может быть Где-то Организатор Мы уже говорили о том Что очень плохо Что у нас клубы Так вот Нестабильно существуют Да Что Пока не такой большой Прирост молодых футболистов Но в целом Еще раз повторю Не надо забывать Что нашим виду спорта 10 лет Это очень маленький срок И За это время Мы уже И так Сделали очень многое Поэтому Думаю Что и дальше Будет поступательное движение 7 баллов на дорогах Об этом нас информирует Портал СПОРТ-ФМ СТО ПРОЦЕНТОВ ФУТБОЛА Ну и Михаил, ну обнадежьте нас. Тут уже и слушатели пишут, что в последнее время такая волна просто разоблачений с этим мельдонием. Ну и как с этим в пляжном футболе дело-то обстоит? Не волнуйтесь, у нас все хорошо, мы пользуемся препаратами только разрешенными. Он тоже был до своего времени разрешен. Он давно запрещен, и я думаю, что те люди, которые допустили такое большое количество, скажем так, промаха в своей работе, должны нести ответственность. Да, я-то с этим полностью согласен. В этом году ожидаете чего-то нового, интересно, может быть, кто-то блеснуть может, как вы думаете, из сборных, из клубов? Я с большим интересом ожидаю чемпионата России. Мне кажется, в этом году он получится очень интересный. И хочу пожелать всем клубам стабильности, благополучия и в том числе финансового. Нет, это понятно, но в том, что московский пляжный футбол в последнее время потерял какие-то позиции, да, у нас обладатель кубка не из Москвы, чемпион страны не из Москвы. Значит, надо более серьезно своим клубам, московским клубам подходить к комплектованию команд, к работе, к тренировочному процессу и есть к чему стремиться. Я понимаю, но у нас нет такого, что пляжный футбол из Москвы уходит постепенно? Нет, такого нет. У нас в Москве есть клубы и достойные клубы, и дай бог, чтобы они все развивались, успешно выступали. Но Москва, Россия ведь не только Москва. Мы должны думать и о том, чтобы во всех точках России, где это возможно, развивался пляжный футбол, как он делал все это время, и дай бог, чтобы и на Волге, и на Дальнем Востоке, даже из Камчатки была команда у нас на Кубке России, так что пусть он развивается и вшире, и вглубь, что называется. Да, это на самом деле очень-очень хорошо. Ну, подходит к концу наш разговор с Михаилом Лихачевым, тренер сборной России, да, какие у национальной сборной, да, планы? Я имею в виду, планы мы и сказали, какие турниры будут. Есть какие-то задачи, кроме отбора на чемпионат мира, в Европе мы должны что-то взять в Евролиге? К сожалению, у нас таким образом составлен календарь, что между суперфиналом Евролиги и началом отбора на чемпионат мира всего лишь 4 дня, и будем думать, как правильно спланировать подготовку, потому что это очень серьезный вопрос, и ответственность в непопадании на чемпионат мира будет лежать очень таким тяжелым грузом на нас, поэтому мы сделаем все возможное, чтобы успешно выступить и в Евролиге, и отобраться при этом на чемпионат мира. Ну, с этим понятно, а вот где готовиться будете, вернее, сборы где будут проходить, все так же, в каком-нибудь пансионате Московском? Я думаю, что да, или в Москве, или в Московской области. Ну да, то есть у нас там прикормленные места? Есть места, не все там пока так просто, но я думаю, что все будет нормально, все-таки мы, как сказал наш старый доктор, который работал успешно в нашей сборной, та курица, которая несет золотые яйца, об этом не надо забывать. Да кто еще несет у нас золотые яйца? Я думаю, что в ближайшее время мы только должны пожелать удачи, например, нашим хоккеистам на домашних пятиметрах. Ну, это понятно. Кстати, наша сборная куда-нибудь всей командой выезжает, ну, какие-то турниры, там, смотреть что-то наоборот, или на какой-то пикник совместно. Мы ездим в тот период, когда у нас межсезонье в разные города, проводим мастер-классы, фотосессии, автограф-сессии, встречи с детьми, товарищеские матчи. И очень активно занимаемся популяризацией футбола и пляжного, и мини, и классического. И с большим воодушевлением встречают нас в регионах, очень рады нас видеть. И понимают, что мы простые ребята, такие же россияне, как и те люди, которые находятся рядом с нами. Поэтому все это прекрасно. Пользуясь случаем, давите нас, всегда приедем и порадуем вас прекрасным общением. Приведем наши все замечательные кубки, сфотографируемся, создадим хорошее настроение. И дай бог все мальчишки, чтобы, смотря на нас, мечтали о таких же больших успехах. Самое главное, их когда-то достигли. Я вам тоже желаю успехов. Михаил, лично вам и всем ребятам передайте. Да, давно слежу за пляжной сборной и желаю им всяческих успехов. Спасибо большое. Будем стараться и в этом сезоне держать марку и выиграть максимальное количество матчей и трофеев. Это был Михаил Лихачев, главный тренер сборной России по пляжному футболу. Говорю ему спасибо, а дальше слово Дмитрию Дерунцу. Спорт ФМ. Сто процентов футбола. И вот теперь здравствуйте. Меня зовут Дмитрий Дерунец. Я возвращаюсь, беру образы правления у Алексея Золина, за что ему спасибо большое. Он очень хотел пообщаться о своем видео о хорошем пляжном футболе. И мы вот так решили разделить этот эфир 100% футбола, учитывая, что пляжный футбол, конечно, важная штука и вызывает большой интерес. Но этот час уже футболу посвящаем им в таком нормальном виде, традиционном виде. Сейчас прям свяжемся с Нобелем Арустамяном, который, надеюсь, следующую неделю уже не будет нас монкировать. И ворвется в эфир. И, как всегда, мы здесь будем сжечь и взрывать напалмом. В общем, ближайший час, о чем говорим. Московский «Спартак» у нас будет в центре внимания уже ближе к концу нашего эфира. Здесь и итоги розыгрыша билетов на матч «Спартак-Кубань». Здесь и сегодняшняя открытая тренировка слова Дмитрия Оленичева и Дениса Глушакова в преддверии игры с «Кубанью». Здесь и разговор о билетах. Накануне была эта тема, так она возникла, что называется. И, скажем так, интересовались вы в том числе, как, почему билеты для «Спартаковцев» стоят на матч в Санкт-Петербурге против «Зенита» так дорого для ЦСКА. Для фанатов ЦСКА стоили 900 рублей и в два раза дороже стоят они для болельщиков «Спартака». Попытаемся сейчас эту тему раскрутить, обсудить, потому что игра «Зенит-Спартак» уже совсем скоро, через неделю практически. И, конечно, она будет привлекать огромный интерес среди болельщиков российского футбола. Поэтому следим за этой ситуацией и о ней поговорим. Свяжемся мы с Дмитрием Черышевым. Его команда «Севилья» накануне обыграла «Атлетик» в Бильбао со счетом 2-1. Сделала очередной шаг к полуфиналу Лиги Европы. И, откровенно говоря, этот шаг очень серьезный, очень важный, очень значимый. Похоже, «Севилья» действительно хочет прикарманить этот трофей. И обсудим с российским специалистом дела, как он видит этот матч, как сложилось, насколько решена судьба двухматчевого противостояния. Ну и в целом поговорим о Лиге Европы, как о турнире, который накануне достиг стадии четвертьфинала. И, прямо скажем, я думаю, многих удивил все-таки результатами. Надеюсь, кто-то из вас, надеюсь, и большинство следили вместе с нами за матчами Лиги Европы в прямом эфире. Мы с Сергеем Курманом накануне были до полуночи. И я думаю, что есть что обсудить и поздравить «Донецкие шахтеры», поздравить «Севилью», задуматься о противостоянии Вильяреала и Пражской Спарты. И, конечно же, еще неделю просто ждать и считать минуты до ответной игры на Энфилде. Я не жду именно от противостояния Дортмундской Боруссии и Ливерпуля какого-то фейерверка эмоций на Энфилде. Но это будет крутейшая атмосфера, в этом у меня сомнений нет. Ну и выходные очень хороши для российского футбола. Есть целый ряд интересных матчей. Первый из них стартует уже менее чем через час. Это игра между Анжи и Ростовом. События Лиги Европы, события Чемпионат России. В прямом эфире обсуждаем с моим коллегой, с ведущим другом Нобелем Арустамяном, который у нас на прямой связи. Нобель, привет. Да, Дима, здравствуй. Скучают болельщики, но уже когда? Верните Нобеля, пишут. Ну все, все, все. Уже буду завтра в Казани, с твоего разрешения, комментировать супер-игру «Рубин Динамо». А уже в понедельник здесь с Александром Викторовичем будем и с тобой, естественно, зажигать в эфире. Ну вот так вот, хоть бы предупредил, что ты в Казани, может быть, хоть там бы я тебя увидел, а так не запланировал эту поездку. Ну ладно, тогда раз заговорил о «Рубине Динамо», с каким настроением отправляешься в Казань и что ждешь от этой игры? Ну, наверное, на самом деле настроение, когда едешь в футбольный город, всегда приятное. Это я знаю, что у тебя с Казанью особые связи, и ты так неровно дышишь к этому городу. Да, да, это факт. А что касается матча, ну, конечно, я надеюсь, что есть хороший футбол, потому что, на мой взгляд, сейчас «Динамо» как немножко к стенке прибертой, конечно, нужна победа белого-глубого матча. Что касается «Рубина», то я не верю, что «Рубин», скажем так, сейчас настолько немотивирован, чтобы не выдать хорошую грубость московского «Динамо». Тем более матч будет домашний, тем более, все же, мне кажется, сейчас весна приходит по все города России. Вот играть в прекрасную погоду на Казани-арене – это всегда удовольствие. Ну вот ждешь какого-то футбола, действительно, команда соседей в турнирной таблице. Можно это назвать матчем за шесть очков, но, с другой стороны, это важнейшая игра с точки зрения того, чтобы отодвинуть себя от этой зоны стыковых матчей. Ну, я повторюсь, мне кажется, «Рубин» себя комфортно ощущает. А что касается «Динамо», то мы с тобой, Дим, это много раз обсуждали. «Динамо», к сожалению, достаточно много проблем. И игровых, и кадровых, и, в принципе, таких ментальных, к сожалению, в этом сезоне. И поэтому я не берусь угадать, как сыграет «Динамо», какой футбол. Качество футбола мне кажется довольно сомнительным «Динамо» в этом году. Единственный такой важный момент, что команда все же при необходимости все же умеет мотивироваться, создавать хорошие игры. И вспомним, ну, пусть не самую яркую на победу в Уфе, но и часть матча с Краснодаром тоже был достойный. Ну что, Нобель, сейчас делаем паузу, поговорим немножко о других матчах тура и вспомним, как мы с тобой напрогнозировали исходы игр в Лиге Европы накануне и поймем, что глобально-то мы ошиблись в своих предсказаниях. Попробуем понять, где же эти были ошибки и как сложатся ответные встречи этого самого турнира. На дорогах Москвы серьезные пробки. Семь баллов по оценке портала Яндекс. Крупнейшее на Садовом кольце на внешней стороне от Верхней Сыромятнической улицы до улицы Красина. Время проезда полтора часа. Бульварное кольцо внешней стороны от Покровки до Причистинской набережной. Час будете ехать. Третья транспортная внешняя сторона от Спартаковской площади до проспекта Мира. 50 минут потратить МКАД. Внешняя сторона от улицы Генерал Дорохова до Профсоюзной улицы 48 минут. Спорт-ФМ. Сто процентов футбола. С вами Дмитрий Дерунец. У нас на прямой связи Нобель Арустамян. Обсуждаем грядущий тур российской футбольной премьер-лиги и прошедшие матчи Лиги Европы накануне. Нобель, а из этого тура российской премьер-лиги какой матч выделяешь для себя? Помимо Рубина Динамо, который комментируешь? Нет. Наверное, такая таблица сейчас в чемпионате России, что, мне кажется, центральный матч он каждый. Потому что давно такого не было. Я не знаю, это качество футбола повысилось или наоборот. Я ближе к сравнению, что команды так усреднились все. Но, по сути, даже сегодняшний матч Ростов-Анжи, он сродни финалу. Для одних это возможность еще, как минимум, неделю быть лидерами чемпионата России, что уже будет событием для города, для всего региона, для всей страны. Для других это чуть ли не одна из последних надежд наконец-таки победить, тем более домашний матч, и выбраться наверх. Вот даже обычный матч Анжи-Ростов. Я уже не говорю там про остальные игры. И ЦСКА, которые видим, что играет нестабильно и потерялся своей позиции. У них сложнейший матч с Мордовией. Мордовия, которая сменила тренера, наверное, не просто так зная, что обычно при смене тренера бывают успехи и удачи. У Спартак, который играет с Кубанью, Кубань, которая нашла выход из ситуации, и об этом тоже, наверное, будем отдельно говорить. Нобель, ну вот лично для меня все-таки центральная игра Амкар-Зенит. Мы знаем, что Зенит сейчас, ну, показал качественный футбол в игре против ЦСКА, одержал победу, приблизился, придвинулся к первой строчке. Ну, понимаешь, вывески нет. Я говорю про свое мнение. Мне кажется, Зенит сейчас набрал тот необходимый ход, когда мы его можем рассматривать фаворитом в любом матче. Но Амкар-то хорош. Не, Амкар очень хороший. И Зенит хороший. Зенит скрытый фаворитчик. Он уже не скрытый, а уже очевидный. Да, потому что понятно, что Зенит имеет довольно приятный график, но у Зенита две важнейшие встречи будут с Спартаком и с Ростовом. Совсем скоро они, возможно, станут решающими в этой борьбе. Поэтому, ну, каждая игра значима. А что Терек, который сейчас, между прочим... Ну, Терек вообще команда, которая проиграла два раза в чемпионате. Два раза. Это команда, которую до сих пор многие немножко не воспринимают, но Терек в шести очках от первого места. В шести. Причем плотность сумасшедшая. То есть одна победа Терека, и все может меняться. Локомотив, который так немножко, может быть, не зрач, но остается командой, способен выиграть чемпионат России. Вот ты знаешь, я бы все-таки на игру крылья сайта в Локомотив. Ты сказал Локомотив, я бы сказал Крылья Советов. Наконец-таки мячи забиты, наконец-таки одержана победа. Я это слышу месяц, и я согласен с этим мнением, что Локомотив играет очень невзрачный, как мы его серьезно не принимаем. Но я вот комментировал матч с Рубином, и тоже была очень невнятная игра в Локомотиве, но в нужный момент Локомотив заработал три очка. Ну, а что надо еще команде, которая играет и борется за высокие места? Да. Но Локомотив играет невзрачный, Локомотив играет с трудом. Но если Локомотив очки набирает, я не очень понимаю, что может помешать Локомотиву, так же невзрачный выиграть Самара 1-0, например. Это факт. Минута у нас остается. Все-таки накануне мы с тобой тут действительно прогнозировали матчи Лиги Европы. Мало что сбылось. Боруссия не выиграла у Ливерпуля. Брага и Шахтер все-таки даже три мяча на двоих забили, а могли и больше. Вильяреал некрупно выиграл у пражской Спарты. Ну и, наконец, Баски дома уступили. Что тебя удивило больше всего? Мне вчера больше всего понравился твит Константина Генища. Лига Севилья. Мне кажется, как-то уж слишком все получается в этом турнире. Очень прогнозируемо, к сожалению, для турнира, не для Севильи. Потому что Севилья снова на решающих стадиях выходит на первый уровень в этом турнире. Что касается матча Боруссии и Ливерпуль, очень хорошая игра, очень качественный футбол, очень важная встреча. И, конечно, ответная игра будет такой, мне кажется, кульминацией сезона для тех и для других. Но все же я остаюсь в том, что флорит в этом большом состоянии Боруссии Дорфа. Спасибо, Нобель. Ждем тебя в эфире. Ждем тебя в эфире уже в понедельник. Нобель Арустамян, коллега, друг с ведущей программы «100% футбол» только что на прямой связи. Заглянули в грядущий тур российской футбольной премьер-лиги. Галопом по Европам пробежались по вчерашним результатам матчей Лиги той самой Европы. И уже после новостей продолжим обсуждать Лигу Европы вместе с Дмитрием. Не в шаге от заветной цели, но этот шаг сделает только один. Позади десятки матчей, сотни часов тренировок и космических перегрузок. Они выдержали все. Они доказали, что достойны быть на вершине. Финал плей-офф континентальной хоккейной лиги за Куба Гагарина. Не пропустите главную битву сезона. ЦСКА против магнитогорского металлурга. Ноль плюс. Телефон рекламной службы «Спорт.ФМ». 620-46-64. Код Москвы – 495. «Спорт.ФМ». Сто процентов футбола. Меня зовут Дмитрий Дерунец. Мы продолжаем нашу футбольную программу. И сейчас говорим о Лиге Европы. Накануне Севилья в таком дерби двух представителей Испании обыграла в гостях «Атлетик», причем одержала волевую победу со счетом 2-1. И у нас на связи сейчас один из тренеров футбольного клуба Севилья – Дмитрий Черышев. Дмитрий, здравствуйте. Дмитрий. Добрый вечер. Я вас хорошо слышу. Прекрасно. Теперь и мы вас хорошо слышим. Вопрос такой к вам. У нас в России сейчас сразу по итогам начали обсуждать. Наконец-таки Севилья прервала свою сумасшедшую такую выездную, неважную серию. А вообще, вы как-то обсуждаете в команде? Это давляет над командой, что на выезде так плохо? Не удается побеждать. Ну, мы, во-первых, в кубковых матчах в Лиге Европы обыграли на выезде Бетис. Поэтому мы еще в чемпионате никак не можем никого обыграть на выезде. А другие матчи мы обыгрывали. Мы обыгрывали и Мирандес, мы обыгрывали Бетис на выезде. Так что у нас в этом плане в кубковых матчах в Лиге Европы и в Кубке Кроля у нас победа на чужой половине, на чужом поле, как говорится, они есть, они присутствуют. Это да, конечно, но в целом ну, вот эту улыбку больше вызывает такая выездная серия в чемпионате. Вы знаете, на самом деле это не сколько улыбку, а сколько на самом деле никак не можем понять, что происходит с нами, что движет нам с нами в таком плане. Но мы на самом в другом смысле, если брать, то мы очень сильны в домашних матчах. Команды, которые приезжают к нам, они действительно боятся играть на поле на Санчис Песхуан на нашем поле. Давайте ближе к вчерашнему матчу волевую победу в Бильбао держать, конечно, невероятное достижение. Но вот мы как только следили за этим матчем, обратили внимание, естественно, на проливной дождь, который шел. Как вам на тренерской скамейке было? Очень трудный матч был, очень тяжелый и стандартная ситуация, на самом деле, очень хорошо подготовленный у футбольного клуба Атлетик Бильбао. Плюс очень шикарно у них играет, конечно, и опасно играет Адуриш. И очень много внимания мы уделяли именно вот его, чтобы он спокойно не получил мяч, чтобы не развернул. И даже при всех вариантах он все равно создал порядка трех-четырех моментов. Ну и, естественно, в конце, во втором тайме все-таки забил. Как вы проигрывали по ходу встречи? За счет чего? Что внесли? Какие изменения, чтобы перевернуть ход игры? Ну, вы знаете, первые, наверное, три пункта, которые присутствовали у нас в самом начале, даже перед игрой, и мы говорили, и настраивали ребят, это значит, чтобы не пропустить. Это в первую очередь обязательно постараться забить гол. И третий, и последний пункт это выиграть. И так как у нас в первом голе, в нашем голе, когда мы забивали первый гол, немножечко повезло, но везет всегда сильнейшим, поэтому при счете один-один мы не удерживали ничью, можно так правильно сказать, а, скорее всего, контролировали игру, и в конце у нас появился момент, который мы использовали. Ответ на игра. Как будете строить? Уже прикидывайте планы. Дмитрий. Сорвался у нас, к сожалению, разговор с Испанией, тем не менее, успешно успели пообщаться мы с Дмитрием Черышевым. Спасибо ему заочно. Большое за это. Помощник главного тренера Севильи, Дмитрий Черышев, на прямой связи, вот так вот рассказал о плане Севильи. Ну, малая, хороша команда, ну что ты тут будешь делать? Понятное дело, что в чемпионате проблемы у Севильи есть, команда идет на седьмой строчке в турнирной таблице, но вот кубковые соревнования в этом сезоне команде, конечно же, удаются. Здесь ничего не скажешь, ждет финал Кубка Испании, я так подозреваю, ждет и финал Лиги Европы. Спонсор выпуска ООО Селоникар. Продайте машину за 30 минут на carprice.ru Семь баллов по оценке портала Яндекс.Пробки прямо сейчас на улицах Москвы. Пробки серьезные, главный из них на бульварном кольце на внешней стороне от улицы Покровка до Причистинской набережной. Будьте внимательны. Почему я продал свою машину в Carprice? Да я не люблю рисковать, ценю свое время. Приехал, сразу получил деньги, никаких проблем. Это как трейд-ин, только выгоднее. Да, я рекомендую carprice.ru Итак, это 100% футбола. С вами Дмитрий Дерунец. Не забывайте, что вы нас сможете слушать не только посредством обычных радиостанций, радиоприемников или в машине через магнитолу. Скачивайте приложение Sport.fm для андроида и для айфона и пользуйтесь с удовольствием. Я сам пользуюсь на улице. Прекрасно все слышно, великолепные картинки, очень удобный интерфейс, все легко, все понятно, все доступно. Скачивайте приложение для мобильных телефонов бесплатно в соответствующих магазинах в зависимости от марки своего телефона и мы будем с вами на связи всегда. Завершая разговор о Лиге Европы, о Севилье, да, еще раз мы подчеркиваем, что Севилье в турнирной таблице, вот давайте вспомним прошлый сезон, отчаянная борьба с Валенсией за четвертую строчку, до последних туров, в которую Севилье все-таки проигрывает, но выигрывает Лигу Европы и шагает все равно в Лигу чемпионов. Сейчас этот сезон для Севильи складывается хуже. До Вильериала, тоже занимающего четвертую строчку, 9 очков, и можно уже говорить о том, что скорее всего претендовать на четвертую строчку будет очень сложно. Но вот как может сейчас сложиться ситуация? Вильериал сам хорош. Да, накануне была одержана минимальная победа над пражской спартой, но Вильериал все-таки остается фаворитом в этом противостоянии, и если уж так все сводится, да, все испанские клубы сводятся до финала, почему бы нам не увидеть противостояние Севильи и Вильериала в полуфинале? И это будет матч очень важный, потому что от его исхода будет зависеть и финишная прямая чемпионата, на что делать ставку. Но не забываем, что Севильи еще в финале Кубка Испании играет против команды Барселоны, поэтому вполне может завоевать два трофея. Думаю и надеюсь, что Дмитрий Черышев получает очень важный психологический опыт победителя, опыт успеха на серьезных стадиях важных клубных турниров, и надеюсь, что этот свой опыт он обязательно воплотит как главный тренер еще на российской земле. К российским событиям переходим уже после выпуска новостей. Реклама Если вы готовы влюбиться, то нужно действовать прямо сейчас. Любовь не привыкла ждать. Отложите все на потом и следуйте зобу сердца. Летите, бегите, скачите на коне или мчитесь, выжимая педаль газа на полную. Хотя все же имеет смысл добраться до вашей любви на метро, если пробки выше 7 баллов. Жилой комплекс Бунинский Лука от группы компании ПИК. Влюбляйтесь. Проектные декларации размещены на сайте ПИК.ру Тяжелый день? Устал? Проголодался? Едешь домой и мечтаешь отдохнуть? Мы знаем, что тебе нужно. Закажи домой пиццу Доминос. Сделай свой вечер вкусным без лишней суеты. Горячая пицца за 30 минут. При заказе двух пиц еще одна в подарок. Акция действительно для всех размеров пицц. Доминос.ру ООО Пицца Ресторанс. Москва, в Роспитве, Твернадского, 29 помещение 1, комната 7. ОГРН 112, 774, Сумасшедшие дни в Стокман в самом разгаре. Сегодня с 9 утра еще больше товаров по сумасшедшим ценам. Торопитесь? Стокман легко найти в Меги Теплый Стан, Меги Химки, Меги Белая Дача, в Метрополисе на Войковской и в Золотом Бавилоне на проспекте Мира. Подробности на сайте crazydays.ru без возрастных ограничений. Мигрень, головная боль, нет сил на работу. Деловая женщина всегда в форме, если с ней ее мигренол. Мигренол. Насыщенный день без головной боли днем и мигренол ПМ для приема ночью. Мигренол ночью и днем. Возможны противопоказания о знакомке с инструкцией без рецепта. Ты на работе, а у тебя дома ремонт. У тебя ремонт, а у ребят кончилась шпаклевка. Когда ребята скучают, ребята танцуют. А ты берешь полдня за свой счет, берешь такси, чтобы успеть до закрытия, берешь все подряд, чтобы в следующий раз не брать полдня за свой счет и новую люстру тете Любе. Чтобы не вышло себе дороже, покупай в Петровиче. На нашем сайте вы найдете любые стройматериалы и получите заказ в тот же день. Петрович с теми, кто отважился на ремонт. О-о-о, строительный торговый дом Петрович. Юридический адрес 192-102, Санкт-Петербург, улица Салова, дом 46, литер В, ОГРЛ, 106-784-754-56-55. До страны оптимистов не так далеко приезжают. Летний сад, летний сад жить легко. Все удобно, зеленая зона Москвы, запах свежей травы. Здесь поселитесь, в летний сад. Старт продаж в жилом комплексе Летний сад на Дмитровском шоссе от компании Эталон Инвест. Только сейчас 125 тысяч рублей за метр. Звоните 37 и 5 восьмерок. Код Москвы 495. Проектная декларация на сайте эталонсад.ру Рупим цены каждый день в супермаркетах Билла. Только сегодня, 8 апреля, апельсины 39 рублей 90 копеек за килограмм. А завтра кабачки 69 рублей 90 копеек за килограмм. Количество товара ограничено. Подробности на Билла.ру За все в этой жизни нужно платить. За все, кроме интернета. Купите роутер от Вайфаер и получите домашний интернет бесплатно раз и навсегда. Подключайтесь. Подробности на сайте Вайфаер.ру и по телефону 8 800 550 4 восьмерки. Телефон рекламный. Большой спортивный год. Чемпионат мира по хоккею. Футбольный Евро и Олимпийские игры. Проживи его вместе с нами. Все голы, очки и секунды. Инсайдерская информация и аналитика. Только на Спорт.фм. Спорт.фм. 100% футбола. С вами Дмитрий Дерунец. Начнем эти полчаса, как всегда, с информации букмекеров. Сегодня в Европе такие скудные матчи на интригу, но и на, скажем так, громкие заголовки. Тем не менее, один выбрал Герта Ганновер в чемпионате Германии. Герта на третьем месте, напомню, идет и вполне вероятно, мы ее увидим не просто в Лиге чемпионов, а сразу в групповом этапе Лиги чемпионов, если на этом третьем месте Герта к концу чемпионата и окажется. Осталось месяц играть. Так вот, против Ганновера играет, что предлагают эксперты Винлайна на этот матч. Герта коэффициент 1.53, ничья 4.07, Ганновер 6.62. Вот такие берлинцы серьезные фавориты. Герта не проиграет, мизерная ставка 1.11. Вот Ганновер не проиграет, 2.52. Думайте, гадайте, вдруг сейчас Ганновер побежит спасаться, потому что он в зоне вылета, ну и наоборот, Герта немножко захандрит в преддверии решения большой задачи. Вот такие вот коэффициенты нам предлагает букмекерская контора Винлайн для сравнения Бэтуин 1.53 на Герту, 4.33 на ничью и 6 ровно, гораздо меньше на Ганновер. 100% футбола. СМС-портал 55.33 в начале слово спорт и вайбер ватсап 892522222932 наши координаты пишут нам болельщик из Санкт-Петербурга, просит прогноз на матчанже Ростов. Думаю, Ростов выиграет со счетом 1-0. Вот такой мой прогноз будет. Давайте по составам команд, напомню, эта игра стартует в 19.00. Думаю, состав Ростова теперь интересен всем, потому что это лидеры нашего чемпионата и интересно, как строится игра, фамилии, если кто не знал, учат, ну и, соответственно, расстановку тоже зубрят наизусть болельщики. Джаная в воротах, это, я думаю, вы учили все хорошо, Баштуш, Навас и Новосельцев, трио центральных защитников, уже такое зубодробительное, уже тоже входящее в легендарный статус легенд нынешнего сезона 2015-2016, практически непроходимое трио. По флангам, вот здесь вот интересное, конечно, решение в качестве лотерайли использовать Тимофея Калачева на правом фланге и Кудряшова Федора на фланге левом. Трио в полузащите в центре, конечно, важный, важная составляющая этого трио, Александр Гацкан, рядом Кристиан Нобо и рядом же Павел Могилевец и двое в атаке Сердар Азмун и Дмитрий Полос. Хороший такой состав, пятеро россиян, имеющих возможность играть в сборной страны, из них в обороне, обращаем внимание, Джанаев, Кудряшов, Новосельцев, ну и Могилевец и Полос тоже в обойме сборной вполне себе могут быть. Состав Махачкалинского Анжи, Давид Юрченко, в воротах на левом фланге располагается Тагир Мусалов, пятьдесят седьмой номер, на правом фланге Олега Джибеков, номер три. И привычная пара центральных защитников, но, увы, не блещущая, Дарко Лазич, четвертый, Александр Жиров, пятый. В опорной зоне Иван Маевский, восемнадцатый, рядом с ним шестой номер армянин Карлен Макартычан. Ну и стараться забивать будут четырнадцатый номер Бернард Бериша, восемьдесят седьмой номер, недавно вызванный в сборную Илья Максимов, и восемьдесят восьмой Анвар Газим Магомедов. Помогать они будут девяносто четвертому номеру Янику Боли. Анже, отступать некуда. Командор Руслана Агарарова на последней строчке в турнирной таблице и выглядит очень блекло. Ну а Курбан Бердыев и его коллектив рвется к золоту чемпионат России по футболу, хотя по-прежнему многие эксперты все-таки считают фаворитами ЦСКА и Зенит. Ну а что? Четыре команды в четырех очках. Интрига действительно хороша у нас в российском чемпионате. И вот где-где, здесь я с Нобелем полностью соглашусь, надо следить абсолютно за всеми матчами. И каждый матч, пусть даже без громкого заголовка, таит себе какую-то интригу. Вот, например, в этом действительно туре встречаются первая и последняя команда Ростов-Анжи. Казалось бы. Вторая и предпоследняя ЦСКА Мордовия. Ну, к сожалению, в отличие от Нобеля, в отличие от многих, без Андрея Гордеева не вижу я интриги в завтрашнем матче ЦСКА Мордовия. Думаю, армейцы одержат уверенную победу. Локомотив Королесоветов третья и двенадцатая команда. Спартак, Кубань седьмая и тринадцатая команда. Терек, Уфа пятая и четырнадцатая команда, да. Все везде такие разные параллели. Ближе всех, казалось бы, друг к другу полетели вот эти вот голы. Пусть в игре, может быть, именно в качестве игры Краснодар, матч против Динамо, ну, ничем не удивил, но моменты свои реализовал, конечно, блестяще. По-моему, забил больше, чем создал. Молодцы краснодарцы. И думаю, что Уралу все-таки будет становиться тяжелее и тяжелее ближе к концу чемпионата. Команда уже, очевидно, выполнила свою задачу. Так скажем, осталась в чемпионате России в премьер-лиге на следующий сезон. И как бы Юрий Матвеев накануне у нас в интервью что Краснодар возьмет верх в этом противостоянии, как и Спартак в случае с Кубанью. О матче Спартак-Кубань чуть подробнее поговорим сразу после паузы. У нас будут слова Дмитрия Оленичева, будут слова Дениса Глушакова. Оставайтесь с нами. И напомню, что в следующей четверти часа заключительный шанс для вас зацепиться за розыгрыш билетов на матч Спартак-Кубань. Ну и, собственно, подведение итогов. Будем называть тех, кто эти самые билеты от нас, от Спартака, от Пива Трехгорной и выиграл. Семь баллов по оценке портала Яндекс.Пробки прямо сейчас на улицах Москвы. Пробки очень и очень серьезные. Неожиданная такая пробка на Ленинском проспекте, на Киевском шоссе от улицы Гарибальди до улицы Адмирала Корнилова свыше часа будете ехать. Садовое кольцо внешняя сторона от площади Курского вокзала до улицы Красина час. Вновь тяжело на внешней стороне Садового кольца. Около аэропорта Шереметьев международное шоссе Ленинградское шоссе от парковочной зоны до Юбилейного проспекта тоже будьте внимательны. СПОРТ-ФМ СТО ПРОЦЕНТОВ ФУТБОЛА С вами Дмитрий Дерунец и говорим сейчас о московском Спартаке, который сегодня провел открытую тренировку в преддверии игры с Кубанью. И Дмитрий Оленчев, как всегда, держал слово. Наш корреспондент Виталий Павлов на тренировке побывал. Напомню, Спартак проиграл Ростову со счетом 0-2 и проиграл в общем важный матч для распределения сил вверху турнирной таблицы. Вот что сказал Оленчев о настроении после поражения. Прямая речь. Нелегко, конечно, команду привести в такое более эмоциональное состояние после поражения, тем более от одного из главных наших конкурентов в борьбе за высокие места. Но стараемся, и я, и мои помощники, делаем все возможное, чтобы ребята как можно больше улыбались на тренировке, чтобы было как можно больше позитива, потому что, когда ты видишь грустные лица, конечно же, это мешает работе, мешает плодотворно подготовиться к предстоящей игре. Много разговоров было о судействе после игры Ростов-Спартак. Виталий Мутко высказался по этому поводу. Нависла угроза над бригадой арбитров Сергея Лапочкина вообще о продолжении карьеры, ну, по крайней мере, в этом сезоне. Вот что Дмитрий Оленчев сказал о судействе. Судьи ошибаются, но я сейчас не хочу о них говорить, о таких судейских ошибках. Просто, наверное, министр спорта дал понять, что все-таки конец чемпионата. Сейчас на кону, конечно, ставки большие. Это касается как команд, которые борются за самые высокие места. Это касается так и тех команд, которые борются за выживание. И, конечно же, я так понимаю, что он дал понять, чтобы судьи, наверное, тоже не расслабляли за мышцами. Цена сейчас судейской ошибки может много значить для любой из команд. В общем, спустил на тормозах судейскую тему Дмитрий Оленчев, за что ему от меня лично глобальный и громадный респект. Молодец. Держит слово, не ввязывает со слов особо судейские разговоры. Но уж где судья не ошибся, так это в случае с удалением Дмитрия Камбарова. И вот что по этому поводу думает главный тренер Спартака. Поговорил с Димой, конечно же, ну и в присутствии всех футболистов. Все-таки, я считаю, такое поведение неприемлемо. Для нашей команды даже не тот случай, когда он, может быть, наступил, там Калачеву на ногу. Сколько те карточки желтые, которые он получил, все-таки они бывают разные. Бывают игровые эпизоды, ну а там я, честно говоря, увидел откровенную грубость. Поэтому, конечно же, Диме сделал замечание, он был оштрафован, я это не скрываю. Ну и попросил ребят, чтобы вот в этих оставшихся играх, конечно же, они имели холодную голову и держали себя в руках. Ближайшая игра против Кубани у московского Спартака. Мы знаем о кубанских проблемах, однако Оленичев думает о другом. В Кубани есть проблемы, там и финансовый характер, насколько нам известно. И в турнировом положении, конечно, Кубань хочет поправить его. Понимаем, что у нас ждет сложнейшая игра. Надеюсь, что с Кубанью мы, особенно первые минуты, первый отрезок игровое время приведем. Очень-очень организованно, очень внимательно. Ребята все прекрасно понимают, что нам необходимо только победы для того, чтобы сохранить шансы, чтобы подняться как можно выше турнира и таблицы. Ну и, конечно, Дмитрия Оленичева подергали вопросами о новых приобретениях. Пусть сейчас трансферное окно закрыто, тема трансферов, она вечная. В любом случае, у нас еще четверть чемпионата ждет, который тоже может случиться всякое. Это первое. Второе, мы, как вы уже видите, даем шанс молодым. Если они хорошо себя проявят, это будет тоже зависеть от того, стоит ли нам, например, лишнего иностранца покупать, либо, может быть, лишнего российского футболиста из другой команды. В любом случае, какие-то приобретения будут летом, но все будет зависеть от того, как качественно мы приведем эту концовку. Ну и пообщались немного с Денисом Глушаковым, журналисты. Он ждет матча с Кубанью и ждет встречи с самим Романом Павлюченко. Прямая речь. Каким получится, никто не знает. Думаю, что все равно они приедут, будут играть от обороны и всегда взламывать оборону, наверное, тяжелее, чем самим обороняться. В принципе, есть хорошие квалифицированные футболисты и стоит опасаться на контратах Кубани. Думаю, там хорошая линия нападения и тот же Силья из него сейчас там забивает. И Павлюченко в том числе. Порох Пороховницы еще есть у Романа. Рад его буду увидеть и пообщаться. Ну и на поле, конечно, друг против друга сыграть. Так что, я думаю, что предстоит тяжелый матч, но все же мы играем дома при своих болельщиках. Нам очки нельзя терять, будем играть только на победу. Вот как считает Денис Глушаков, что есть еще порох в Пороховницах знаменитых Романа Павлюченко. И мы узнаем, кто же пойдет на матч Спартак-Кубань уже в это воскресенье, 10 апреля, на стадионе Открытия. Партнер рубрики Московская пивоваренная компания и пиво Трехгорное, официальный партнер футбольного клуба Спартак. Трехгорное, история, ставшая легендой. Особый вкус, легендарное качество. Трудно не согласиться с тем, что пиво, наверное, один из самых социальных напитков в мире. Оно объединяет болельщиков разных стран и разных видов спорта, а ведущие производители индустрии поддерживают крупнейшие мировые спортивные события и являются партнерами спортивных клубов мира. Московская пивоваренная компания не отстает от лидеров рынка и поддерживает спорт, являясь партнером футбольного клуба Спартак со своим брендом пивом Трехгорное. Сотрудничество двух брендов не ограничивается отношениями спонсор-команда. Партнерство Спартака и марки Трехгорное очень органично. Оба бренда объединяет преданность армии болельщиков и фанатов. Контракт между московской пивоваренной компанией и футбольным клубом Спартак Москва подписан на 4 года. Благодаря этому сотрудничеству у болельщиков Спартака появилось свое пиво Трехгорное, а у клуба надежный партнер. В феврале 2016 года на стадионе футбольного клуба Спартак Москва был официально презентован совместный проект-акция для настоящих фанатов. Для участия в нем нужно посещать домашний матч из Спартака, покупать пиво Трехгорное, а также делать фотографии с Ниссан на стадионе или в городе. Финальная часть проекта пройдет 9 июня 2016 года на открытии арене и будет представлять из себя индивидуальный зачет для каждого из 22 финалистов. Это будет и тест-драйв, дриблинг и пробитие штрафного на поле стадиона Спартак и конкурсы от пива Трехгорное. В результате победитель получит автомобиль, а остальные финалисты ценные призы от Трехгорного и Спартака. Подробные условия акции на сайте 3W для настоящих фанатов.рф Ну что же, и у нас заключительная часть нашего конкурса. Еще принимаем один звонок. Я называю год чемпионства Спартака, а вы мне максимальное количество фамилий, людей, футболистов, которые были в том самом спартаковском чемпионском составе. У нас здесь есть звонок. Нам дозвонился Роман. Роман, здравствуйте. Роман. Алло. Нет, не дождался нас, Роман? Вот так вот. Тогда у вас есть еще уникальная возможность дозвониться и попробовать выиграть билеты на футбольный матч Спартак-Кубань, шарфы или сувениры. Но это надо делать очень быстро, для того, чтобы успеть. Главное, быть готовым прежде всего. Звонился Дмитрий. Дмитрий, здравствуйте. Да, добрый вечер. Ну что, болеете за Спартак? Да. Готовы поучаствовать? Да, конечно. Историю помните, с какого года болеете за Спартак? Болею с 96-го. Ну, а придется вспомнить чуть пораньше. Я называю вам год 1989. Поехали. Фу, 1989. Наверное, может быть, Бугов. Точно. Черчесов. Да. Хидиатуллин. Не знаю. Так, Хлистов. Так. Грукович. Так. Не все пока точно, ну. Пока не точно так. Сейчас надо вспоминать. Никифоров. Все-таки вы помоложе чувствуется. Помоложе. Да, 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 да. Так, сейчас еще будет. Анопка. Так. Ну, нет, нет, нет. Все это уже 90-е. 90-е. Ну, кто ли? Гаврилов. Так. Гаврилов. Это уже поздновато. Ну, главная, главная легенда Спартака. Кто? Черенков. Конечно. А еще суперский полузащитник. Родионов. Правильно. Ну, а полузащитник, которому часто звоним в эфир? Александр Мостовой. Роман, спасибо большое за участие. Сейчас мы подсчитаем все. И за время нашей паузы поймем, кто же у нас становится обладателем каких призов. Ну, на самом деле, я уже готов поздравить двух наших триумфаторов. Абсолютно очевидно, что Роман не добрался до главных наших, что называется, кумиров миллионов, людей, которые назвали 23 и 22 фамилии соответственно. Таким образом, обладателями двух билетов на матч Спартак-Кубань становится Михаил из города Ногинск. Он назвал 23 фамилии чемпионского состава 92-го года. И Анатолий Самары, который назвал 22 фамилии чемпионского состава 79-го года. Мы вас поздравляем и с вами обязательно свяжемся. Спонсор рубрики «Зао Московская пивоваренная компания». Опыт, мужественность, верность традициям, уникальный вкус и мануфактурное качество воплощены сегодня в пиве «Трехгорное». «Трехгорное» – пиво для настоящих фанатов. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Разыграли билеты на Спартак-Кубань. Резко легче стало на дорогах Москвы. Представляете, за последние 15 минут на 2 балла упал показатель. Уже сейчас 6 баллов по оценке портала «Яндекс.Пробки». Движение затруднено. Бульварное кольцо, внешняя сторона. Здесь ничего не падает. Сейчас 2 минуты от Покровки до Большой Никитской улицы. МКАД внутренней стороны от Волгоградского проспекта до Каширского шоссе почти час. Садовое кольцо, внешняя сторона от Верхней Сарамятнической до улицы Красина. Почти 50 минут потратите. Подводим итог еще раз. Итак, поздравляем. Поздравляем дозвонившихся на этой неделе в четверг Михаила и во вторник Анатолия, которые назвали много фамилий. Подготовились, да, подготовились. Вопросов никаких нет. Где-то читали даже эти фамилии. Но это тоже метод. Вы знаете, универсального метода, который был бы абсолютно беспристрастен и только оценивал знания здесь и сейчас, не так-то легко его придумать. Третье место занимает у нас понедельничный Алексей из Москвы, который назвал 7 фамилий чемпионского состава. 1997 года он получает спартаковские шарфы. Ну и сегодняшний наш болельщик Роман с четырьмя фамилиями занимает четвертое место и получает сувениры от Спартака, Трехгорного. Не Роман, Роман сорвался у нас. Дмитрий. Все верно. Дмитрий получает сувениры от Спартака и Трехгорная. Мы продолжим в этом сезоне разыгрывать билеты на домашний матч московского Спартака. Они еще остались впереди. Так что слушайте эфир Спорт.фм, эфир 100% футбола. И сможете поучаствовать в этом розыгрыше, коли являетесь болельщиком Спартака. Ну а от темы Спартака, знаете, плавно к теме ЦСКА. Это всегда прекрасный такой нерезкий переход. Конечно, в концовке нашего эфира хочется поздравить Игоря Кенфеева с 30-летием. Сегодня юбилей у голкипера, который много лет защищает ворота ЦСКА и сборной страны. Здоровья, счастья, успехов пишет нам наш болельщик. Присоединяемся полностью от коллектива Спорт.фм. Игорь, расти и радуй нас результатами. Будем надеяться, что на чемпионате Европы будет твой звездный час, может быть, а может быть и на чемпионате мира в России. Где будет лучше, там пусть, где тебе больше нравится, там пусть и будет звездный час. Я с вами прощаюсь. Сейчас встречайте Алексея Золина и Артема Дроздова. Они в прямом эфире будут следить как за матчем российской футбольной премьер-лиги Анжи Ростов, так и за товарищеской встречей хоккейной сборной России со сборной Норвегии. Я же с вами прощаюсь. В выходные услышимся в курсе Евро-Англия. Будьте здоровы. Это были 100% футбола. И 100% футбол вернутся в понедельник. Уже с Нобелем и, как всегда, с Александром Бубновым. Реклама Желаю поселиться в современном квартале. Со стильной архитектурой, чтобы все в идеале. Театру и музею на расстоянии руки. А я хотел бы жить на берегу реки. Я хочу все это и прямо сейчас. Вы по адресу. Точно, каждый из вас. Зиларт, жилой комплекс, арт-класса. Здесь и других преимуществ масса. Ждем к себе всех. Не сомневайтесь даже, новые дома уже в продаже. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на сайте zilart.ru. Звоните 495-228-2288. Я главный отариноларинголог МИДСИ Маслов Эдуард Юрьевич. Знаю, как сильно заболевания лорорганов могут снижать качество жизни. Не откладывайте поход к врачу. Своевременная диагностика и адекватное лечение – залог вашего здоровья. Индивидуальный подход к каждому пациенту во всех клиниках МИДСИ. Обследование лорорганов в МИДСИ. Прием специалиста и весь необходимый пакет анализов по выгодной цене. Подробности по телефону 7800-500 или на сайте медси.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Самые завидные праздники в комплексе отдыха «Завидова». Комфортабельные коттеджи, рестораны с эстрадной программой, русская баня, стрелковый центр, рыбалка и детская анимация. Комплекс отдыха «Завидова». Без обыкновенных людей не бывает великих. Японская мудрость, а без достойного жилья не бывает простого человеческого счастья. А это уже неоспоримый факт. ЖК «Лайв» «Ботанический сад». Старт продаж третьей очереди. Звоните 495-641-3535. Проектная декларация на botsad.pioner.ru Телефон рекламной службы «Спорт.ФМ». 620-46-64. Код Москвы – 495. Спортивные легенды на «Спорт.ФМ». Он побеждал всех, не присматриваясь, кто перед ним – новичок или ветеран, огромный талант или кто-то из бывших. Эта дорога, выложенная бесчувственными телами в нокауте, привела великого Джо Фрейзера на вершину. Он стал абсолютным чемпионом мира среди тяжеловесов. Шли 70-е, которые потом станут звать золотой порой тяжелого веса. На пути Джо встал сам Мохаммед Али. Он уже успел побывать чемпионом. Потом три года сидел на печи, вернулся и надеялся быстро добраться до былых высот. Но Фрейзер осадил наглеца. Для Али это было первое поражение в карьере. Под знаком соперничества с Мохаммедом пройдет вся дальнейшая карьера Фрейзера. Они встретятся еще дважды, и оба раза окажутся сильнее Али. А точку в этой истории поставят на ринге их дочери. Через 30 лет после первой встречи отцов Лейла Али вырвет у Джеки Фрейзер победу по очкам. Если в 30, 40 и даже в 50 лет люди не занимаются физкультурой, то это предрассудок, унаследованный от былых времен, когда праздная жизнь считалась идеалом благополучия. Советский ученый Валентин Горенев. Субтитры создавал DimaTorzok